Готовясь к войне, Германия в 30-х годах прошлого века лекорадочно создавала новые виды оружия. Но особенно беспокоил нацистов военно-морской флот Британии. Об этом мало кто теперь помнит, но в июне 1935 года было заключено англо-германское морское соглашение о соотношении военно-морских сил Великобритании и нацистской Германии. И оно было далеко не в пользу немцев. Тогда Германия разрешили иметь свой военно-морской флот, но не превышавший 35% флота британского. Именно после этого немцы в глубочайшей тайне начинают разработку средств борьбы с боевыми кораблями противника. Вы не поверите, но в конце 30-х годов нацисты уже разработали управляемое авиационное противокорабельное оружие. И это планирующие бомбы и ракеты класса воздух-земля. Вот об этом сейчас подробно и внимательно. Проектировать планирующую бронебойную бомбу начали в 1938 году в немецком авиационном экспериментальном институте. Это был первый в мире образец высокоточного оружия. В результате создали радиоуправляемую бомбу СД-1400Х или коротко ФРИЦ-Х. Бомба имела длину 3,2 метра, диаметр 70 сантиметров и размах крыла 1,6 метра. Ее вес был 1570 килограмм, из которых 320 килограмм. Это взрывчатка. Амманал. Бомбу сбрасывали с самолета-носителя на высоте от 4 до 8 километров и на дальности где-то 5-6 километров. Наведение бомбы было методом оптического сочетания. То есть, траектория ее свободного падения корректировалась так, чтобы в прицеле постоянно совмещались сама бомба и цель. А для обозначения курса полета бомба имела хвостовой огонь или по-современному трассер с бело-голубым бездымным свечением, что многие ошибочно принимали за ракетный двигатель. Управлялась бомба интерцепторами. Это небольшие пластинки, установленные перпендикулярно потоку воздуха. Смотрите на экран. Их отклонение в ту или иную сторону создавало давление на поверхностях крыла или оперения. Корректировали полет по тангажу и курсу с помощью интерцепторов хвостового оперения, а вот по крену на крыльях. Управление интерцепторами осуществлялось электромагнитами, при этом общее управление бомбой было по радио. Кстати, немцы в качестве страховки от возможных радиопомех также разработали управление и с помощью проводов диаметром 0,2 мм и длиной 8 км. Но позже выяснилось, что все это было лишним. Почему? Союзники по каким-то непонятным причинам помех не ставили. Какова же была эффективность этих бомб? И вообще, применяли их немцы в ходе войны? Применяли, друзья, и очень эффективно. Но лучше привести примеры. Основными целями для этих бомб были линкоры и крейсера. И с февраля 1942 года эти бомбы массово испытывали на гибралтарском направлении. Бомба «Фритс-Х» прочно вошла в военную историю 9 сентября 1943 года. После выхода Италии из войны по условиям перемирия 9 сентября в 3 часа ночи итальянский флот в составе линкоров «Рома», «Витторио», «Венето» и «Италия», а также 6 крейсеров и 8 эсминцев под командованием адмирала Бергамини вышел из специи на Мальту. И вот 15 часов 33 минуты эскадра была внезапно атакована с высоты 4,5 километра. Причем в ясную солнечную погоду группой самолетов всего из 11 немецких бомбардировщиков «Дорне-217», которую ввел майор Люфтваффе Бернхард Йопе. Вот он на фото. Итальянцы решили, что это самолеты союзников. К тому же они прекрасно знали, бомбить корабли, идущие полным ходом, обычными бомбами, да еще с такой высоты, практически бесполезно. И вот 15 часов 41 минуту при полнейшем бездействии ПВО первая планирующая бомба падает на палубу линкора «Рома», пробивает ее насквозь и взрывается под кораблем. Но линкор остается на плаву. Позже в 15 часов 51 минуту вторая бомба, пробивая палубу линкора, угодила в артиллерийский погреб. Взрыв был такой силой, что башню главного калибра весом 1400 тонн подбросило в воздух более чем на 200 метров. Несмотря на все усилия команды, в 16 часов 18 минут линкор разломился и затонул. Погибли 1 253 человека. Еще одна бомба попала в линкор «Италия», но тот, получив тяжелейшие повреждения, все-таки остался на плаву. На следующей неделе немцы нанесли удар на юге Италии, близ Салерно, где высаживались союзные войска. Бомбами «Фритц-Х» повредили линкор «Уорспайт», крейсеры «Филадельфия», «Саванна» и «Уганда» и много вспомогательных судов. И совсем бы была немецкая победа. То есть, теоретически, массовое применение управляемых бомб парализовал бы флот союзников. Однако у немцев к тому времени уже катастрофически не хватало бомбардировщиков. Да и союзники уже действовали только под прикрытием своей истребительной авиации. На Восточном фронте немцы использовали эти бомбы для разрушения мостов и переправ через Одер. Но выяснилось, что их нельзя было применять при низкой облачности и невидимости земли. К тому же высокая бронепробиваемость, решившая судьбу линкора «Рома», оказалась избыточной даже для крейсеров, не говоря уже о мостах. Как правило, бомба прошивала мост насквозь и взрывалась уже под ним в воде. И немцы к концу 1944 года плавно-плавно отказались от этих бомб и стали переоборудовать самолеты под новые планирующие бомбы, а именно марки HS-293, о которых, друзья, мы сейчас с вами и поговорим. Еще в 1939 году в Германии, параллельно с бомбой «Фриц-Х», разработали проект управляемой планирующей бомбой HS-293. Она имела плоские крылья с элеронами, вертикальный киль снизу и высоко расположенный стабилизатор с рулем высоты. Все было хорошо, но в ходе испытаний выяснилось, что сброшенная бомба быстро отстает от самолета-носителя, что затрудняло управление ею. И вот тогда ее оснастили подвесным жидкостно-реактивным двигателем с тягой 590 кг. Серийные бомбы, а правильнее сказать ракеты HS-293A, имели длину 3,5 метра, диаметр 48 сантиметров, размах крыла 2,9 метра и вес 903 кг. Эту бомбу сбрасывали с самолета на высоте от 400 до 2000 метров при скорости 320 км в час. По окончании работы жидкостно-реактивного двигателя скорость ракеты была уже 650-700 км в час, а время планирования составляло 50-70 секунд. Ну и естественно дальность в зависимости от высоты пуска, она была где-то от 4 до 18 км. Вот как-то так. Наводил бомбу радиооператор методом трех точек, где после отделения бомбы от самолета ее непрерывно удерживали напрямую, соединявшие три точки, прицел бомбардира, бомбу и цель. Но был и дублирующий вариант. Это бомба HS-293B, управляющаяся по проводам на случай применения радиопомех. Так вот в катушках на самолете-носителе было 12 км кабеля, а на ракете 18 км. Итого получается 30. Ракета HS-293 предназначалась в первую очередь для поражения кораблей. Первое ее успешное применение было 27 августа 1943 года. Тогда немецкая авиация в Бискайском заливе атаковала противолодочные корабли союзников. Результат. Английский шлюп «Эгрет» от попадания ракеты взорвался и сразу же затонул. Еще был серьезно поврежден канадский эсминец. А дальше немцы вошли во вкус. Короче, с августа 1943 года по апрель 1944 года они с помощью планирующих бомб, вдумайтесь, потопили 26 и повредили 52 корабля союзников. Союзники тогда ничего не смогли им противопоставить. И, кстати, к радости немецких подводников отвели свои корабли аж на 400 км западней. У этой ракеты был один недостаток – визуальное сопровождение, для которого требовалось идеальное атмосферное условие с хорошей видимостью. Наличие плотной облачности в районе цели сводило на нет само ее применение. Понимаете? И вот здесь самый главный сюрприз. Да-да-да. Немцы решили эту проблему просто и по-немецки элегантно. Они установили на планирующей бомбе HS-293, внимание, телевизионную систему. Вопрос к вам, мой дорогой зритель. А вот когда появились бомбы с телеуправлением, не у нас, нет, у американцев. Вот то-то и оно. Спасло нас и союзников тогда только то, что война заканчивалась. И вот эти самые бомбы не успели полноценно применить на фронте. Ну и на закуску. Была еще одна модификация бомбы HS-293. И это HS-294, который немцы начали проектировать в конце 1941 года для поражения подводных частей кораблей. Это была торпеда с крыльями. Она наводилась на цель с помощью радиокоманд. Два ЖРД развивали в течение 10 секунд тягу 590 кг каждый, разгоняя ракету до немыслимых 900 км в час. При этом ее вес 2175 кг, длина 6 метров 15 сантиметров, диаметр 62 сантиметра, а размах крыльев 3 метра 96 сантиметров. Так вот, когда ракета касалась воды, крылья вместе с задней частью фюзеляжа отламывались, и передняя часть неслась к цели на малой глубине уже как торпеды. Всего вот этих торпед ракет было сделано около 200 штук, но применить их, слава богу, немцы так и не успели. На наше счастье. Ну, и вместо выводов. Разведка союзников дотошно отслеживала все военные программы немцев, начиная с ракет ФАУ и заканчивая подводными лодками проекта 221. Но секретность у немцев была такой, что ни нам, ни союзников до самого конца войны не удалось завладеть этими секретами. И только уже после войны мы окончательно поняли, что не имели ничего хотя бы отдаленно напоминавшей разработки немцев и могли хоть как-то сравняться с ними в этом. Вот среди прочего, да, в Германии уже в 40-е годы имелась зенитная управляемая ракета. Но это тема следующего видеоролика. Спасибо. Спасибо.